всем привет дорогие друзья меня зовут марина бердник вы на канале мари арт живопись маслом сегодня пишем такие вот замечательные белые цветы на абстрактном фоне холстик я взяла небольшой 20 на 30 но это так для образца очень красиво будет эта картина смотреться на более большом формате то есть можете взять и 40 на 50 будет великолепно для фона я буду использовать кисть щетинку можно какую-нибудь щетинку плоскую то есть если соответственно размер побольше берите кисть побольше разбавитель уайт спирит у меня без запаха эти куриловский беру желтенький темный наношу мазочками так вот разнообразно по длине и покороче поинтереснее делаем потом красненький то есть создаем интересный фон вертикальные горизонтальные мазки у нас на фоне цвета на красочки можно сделать к примеру под свой интерьер какой вам нравится да единственное что хотелось бы сказать по поводу вот этого пятна разноцветного до чтобы если вы планируете изначально то есть продумали до белые цветы чтобы они фон должен быть какой-то контрастной чтобы цветы белые не потерялись на этом фоне то есть какой-то выбирайте темненький вот красный с желтым до смешала оранжевые где-то оттенки положила где-то ультрамарин с индиго затемняем линии горизонтальной вертикальной где-то я провожу прям вот всей плоскостью кисти где-то ее торцом ставлю тоненькие более линии получаются смешиваем также с этими нанесенными красно-оранжевыми желтыми оттенками то есть где-то они видите да так мелька где-то смешиваются коричневый получается дополнительный оттенок то есть интересненько создаем и такое что-то подобие ножек от цветов стебельков тоненькими полосами но тоже абстрактными то есть никакой прорисовки нет и вот так горизонтально вертикально смотрим где-то красненького добавили где-то желтенького добавили чтобы смотрелось красиво интересно общее пятно ну и чтобы за цветами не сильно маленькая чтобы за цветами где они будут находиться у нас было видно их кисть протираем хорошенько от всех этих оттенков берем белила и оставшийся фон также горизонтально вертикально смешиваем заполняем оставшийся холст и цепляя заходя на предыдущие оттенки дам их цепляем и он у нас идеально белый белоснежный не будет то есть он где-то будет попадется в белый красный будут краснить где-то попадется индиго он будет более серенький такой то есть не не белый будет а светленький с разными с разными вкраплениями вот этими оттеночками также кисть где-то плоско ставлю где-то торцом прям провожу где-то вот видите белого больше выкидываю в темного где-то покороче мазочки то есть разнообразненько разнообразненько заполняем весь наш фон внизу видите индиго подмешивается и получается такой сероватый фон то есть я набираю белый но он серенький получается также можно строительную какую-то кисть использовать для этого фона эту кисточку можно теперь протереть и как бы все эти мазочки уже такой сухенькой кисточкой еще пройтись где-то если очень такие резки хочется смягчить можно сухой кисточкой вот это посмягчать также горизонтально вертикально где-то допустим разбить пятно светлое потянуть в темное да если она прям большое темная вас к примеру не устраивает то есть тут уже как бы фантазию да как бы свою проявляем красный с оранжевым набираю для начала намечу обратным обратной стороной кисточки процарапаю где у меня будут цветочки находиться приблизительно и вот намечаю серединке так вот на кончик кисти набираю и макательно желтенький вот этот желто красный оранжевый потом красный черного также вторую серединку через красные желтые черная то есть темнота будет самое такое глубокое место в цветочке и вот бутончик полу раскрывшийся тоже темного нанесли и прям в топтали в топтали его в желтый берем мастихин чистый желтенький где-то таких ярких конкретных акцентов можно проложить мастихином желтых красных синеватых только в данной как бы цветовой гамме яркий синий лучше не использовать как бы в смеси с индиго какой-нибудь такой также красно-коричневых где-то оттеночков под цветами где-то под темните вот индиго синим также где-то красных красно-коричневым делаю такие вот подобия лепестков что-то отдаленно намекающая на листики то есть смотрим да где мы процарапали места подым наши цветы и вот примерно где их будет видно там наносим также на краешек мастихина набираю темную красочку и так вот она наносится отрывисто не сплошной линии такие вот эти стебелечки показала чисто белую краску набираем на мастихин кто не может мастихином цветы эти можно прорисовать уже когда фон подсохнет подождать и сделать это кисточкой но тоже не делать лепестки идеально ровные вот как я мастихином наношу да не такие мазочек рваный неровные где-то назовем так с проплешин коми да то есть виднеется фон подводим примерно к серединке мастихином слегка подергиваю делаю вот этот неровный край лепестка индиго подмешивается это даже хорошо вот эту часть цветочка надо сделать более ровненькую как бы получается лепесточки у нас изгибаются то есть цветочек наклонен как бы влево вниз да и те дальние нижние лепестки мы видим как бы полностью а эти слегка прикрывают серединку и поэтому нам надо краешек более ровный сделать поэтому набираем красочку на ту сторону мастихина где мы хотим чтобы она вот отпечатала ровный край в данном случае да в данном цветочке мы на левую часть мастихина набираем красочки примерно вот показывал сколько для лепестка надо такими вот движениями заполняем наносим наши лепесточки добавляем мастихином чтобы почетче было черный желтый на кончик мастихина набираю и так вот выкладываю красочку принес также красненького она смешивается уже желтым и следующий цветочек лепесточки вот здесь боковые по уже чуть-чуть листочки то есть проводим коротенькие мазочки не сильно далеко тянем да не дошли до серединке то есть мастихин протерли и набрали красочки вот как здесь да и уже довели к серединке и также продолжаем следующие лепесточки какой-то больше доведем какой-то поменьше и так же вот ровный краешек здесь нам нижних лепесточков нужно сделать то есть я уже набираю на правую сторону красочку чтобы она ровный бортик оставила к серединке и также поярче добавляю желтенький красненький черненький черненький в самую теневую вот там вот глубина вот туда у нас идет черненький дальше цветочек который бутончик полу раскрытый наносим беленький и прям втираем его немножечко краски втираем его прям в желтый вот этот фон полу раскрывшийся лепесточек вот он обнимает как бы серединку один лепесток с другой стороны также лепесток и низ вот этого лепестка то есть светлым останется верхняя часть а нижнюю можно даже от мастихин протереть и знаете приложить чистый абсолютно мастихин и потереть вот это нижнюю часть этого цветочка чтобы белая начала смешиваться с нашим фоном чтобы он как бы затемнился слегка то есть не был явно белым такой вот был уже более кремового оттенка также бутончик снизу желтенького наношу как бы другой оттеночек затемняю и также вот мастихин протираю на стык белого и желтого поставила и как бы слегка их объединила и вот тоже бутончик рядышком но только он уже такой будет более раскрытый еще один также край наношу беленьким более светлым и низ через желтенький и также протирая мастихин ставлю на стык желтого и белого и объединяю их кисть синтетика скошенная делаю серенький цветик и сейчас такие что-то знаете подобие веточек тоненько рисуем сильно не давим на кисточку чем минимум минимальнее будет нажим тем линия будет получаться тонкая веточки в данном случае не надо наносить какие-то извилистые наоборот делаем какие-то ломаные линии то есть один мазок 2 по под углом небольшим да также ножки прорисовываем веточки также где-то пересекаются какая-то по длине и какая-то покороче но тоже не очень много их не перестарайтесь их то есть так вот немножко для разнообразия где-то чистым индиго где-то можно немного и белых подкинуть также желтым какие-то мазочки напоминающие что такое лепестки какие-то как бы это все для разнообразия для вот так же можно эти лепестки к примеру вот нанесли до цветы смотрите где-то очень много черного да туда вот можно как раз таки допустим взять добавить этих желтых лепестков чтобы слегка вот это темное пятно под разбить немного также вот где-то беленького добавляем кое-каких коротеньких движений полосочек то есть их должно быть так совсем совсем немножко и вот уже надавливая кисть резкими такими отрывистыми движениями то есть надавили и резко отпустили да вот такие какие-то завитульки начинаем наносить также коротенькими движениями маленькие как бутончики какие-то вот на веточках на этих которые мы прорисовали как буду в букет и знаете еще такие мелкие белые цветочки вставляют они такими шапочками прям много их забыла как они называются ну я думаю поняли вы да какие ну вот тоже что-то типа подобия какого-то такого и вот завитушки вот эти вот добавляем также вот где очень много темного где хочется разнообразить не что-нибудь интересно такие вот коротенькие небольшие также желтеньких каких-то мазочков то здесь уже проявляем фантазию до свою смотрим где чего хочется добавить но главное с вот этой мелкой детализации не переборщить то есть не надо ее делать очень много чтобы она прям перебила наши цветы и как бы цветы ушли на второй план они все-таки должны быть первым планом набираем на эту кисть индиго и наши тычиночки будем у этих двух крупных цветочков прорисовывать после каждого мазочка кисть протираем потому что подмешивается желтый белый полосочку нанесли протерли полосочку нанесли протерли серединке самый длинный такой будет тычиночка у нас остальные слегка покороче и как бы из центра расходятся чуть-чуть стороны на краешек кисточки набираем желтый с белилками и вот эти тычинки тоже намечаем так вот мазочками желтенькими а на темном фоне где вот у нас серединка индиго желтый уже маленькие маленькие точечки показываем беленьким вот затемняю слегка серединку бутончика и вот поближе как это смотрится то есть видим что просвечиваются да через цветочки те цвета не такое что-то стебельки не такая работа получилась абсолютно несложная друзья и как бы в интерьере будет красиво смотреться если большого формата сделать спасибо за просмотр друзья подписывайтесь на канал если не подписаны ставьте лайк поддержите канал на этом все до встречи в новых видео и пока пока